Работа идет, а бензин не поступает. Надо на тренировках издеваться над собой. Тебе тяжело, ты еще не издеваешься. Рука впереди. Вот что касается дыхания. Так или иначе, все равно к нему надо будет переходить. Ты сейчас больше устал сам от себя, чем от того, что ты... То есть не сам от себя, а от того, как ты дышишь. Не всегда выдохнешь, не всегда вдохнешь. Работа идет, а бензин не поступает. Надо смотреть, контролировать выдох. Как можно больше выдохнуть из себя. Больше выдохнул, больше вдохнул. Ну, взять пятилитровую банку, там полтора-два литра меняется, а кислород нужен на пять литров, чтобы было заполнено. Поэтому... Больше выдохнул, больше вдохнул. Больше кислорода зашло, в организм меньше будет усталости. Почему сердце работает быстро? Ну, потому что оно пытается больше кислорода прогнать. Больше кислорода прогнать, да. А чтобы больше кислорода, надо больше в себя вкачивать его. А когда мы дышим, не успевает весь объем легких меняться, не успевает. И поэтому наступает кислородный голод, и человек устает, и падает. И потом некоторые бьют, и вообще не выдыхают. И не вдыхают. То есть нужно на каждый удар вдыхать? На каждый удар, на серию. Не то, что на каждый удар вдох-выдох. За одну серию можно за один выдох в серию пробить. Можно один удар пробить. Можно взорваться. Но опустошить легкие свои. Потом больше выдохнешь, больше вдохнешь. То есть я, допустим, делаю серию. Вот у меня будут выдохнуть. То есть я на сериях делаю выдох, а уже между сериями вдох. Даже выдох. Ты выдохнул. Когда ты выдохнул, ты хочешь не хочешь, тут уже все равно ты вдохнешь. Независимо, прошла атака, не прошла. Ты выдохнул, ты инстинкт самосохранения твой, все равно ты вдохнешь. А вот, допустим, ты вот делаешь, тебя соперник начинает давить, тебе не получается выдыхать. То есть ты... Как-никак не получается? Ну, это раз, тебе раз, ты напрягся. Вот бывает, когда полиэтиленовый мешок надевает на голову, завязываясь. Вот это тебе не дает. Как ты? Ты естественно вдохнешь. Даже тебе рот через челюсть все равно будешь вдыхать. Но тебе же рот не закрывают. Ну, не, он не закрывает. Но ты просто, чтобы вдохнуть, нужно расслабиться, чтобы... Да, не ерунда. Воду, когда воду бросят, даже из воды будешь пытаться... Ну, да. Из воды даже будешь пытаться... Я про что и говорю, что вот я пошел, какую-то там сделал, там, серию 20 ударов, там, выдохнул, вдох, начинаю выдыхать, и тут у меня бить не начинает. Вот я уже опять напрягаться, я не могу... Ну, вот надо контролировать, надо защищаться, надо не просто как-то закрываться, нажимать. Надо уметь дышать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ну, а как это вот... Ну, это как бы естественно, вот когда естественный процесс, уже идешь, тренируешься, тут хочешь не хочешь вырабатываться в этот рефлекс вдоха. А вот когда, допустим, вы по любителям дрались, вот вы так же дышали, или это когда только так профессионалы перешли, стали уже как-то это разбирать, думать про это? Я всегда дышал одинаково. И еще надо научиться терпеть. И усталость терпеть, и боль терпеть, и там, даже где-то на... Ну, это немножко повышать свой уровень терпимости, терпения. А как это делаешь? А это все вот-вот-вот, это здесь вырабатывается в спортзалах. Вот я всегда, я прямо с детства, я не любил второе место. Вот когда мы бегали, кроссы, там этот, я не любил прибегать вторым. Пятым, четвертым, пятым, шестым, ладно, уже там трех-четырех не смог догнать. Но когда я не догнал всего лишь одного какого-то, я себя просить не мог. Ну, как можно одну? Я до сих пор бегаю, не люблю, когда меня обгоняют. Даже спортсмены бегут такие, я упираюсь. И этот, я всегда делал, как бы тяжело мне не было, в конце всегда ускорялся. Даже, как говорил один тренер, коллега, говорит, надо на тренировках издеваться над собой. Тебе тяжело, ты еще, ну, концовка, уже сил нет, взорвался. И вот порог терпения вырабатывается, и ты уже можешь... Ну вот, если взять в условиях зал, вот что здесь можно, как? Тут просто, Анатолий, тут... Объем, 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 скорость за счет большего количества ударов, за счет, может быть, длительности раунда, там, не 3 минуты делать, а 3.15 или 3.30 работать, 30 секунд отдыхать. Ну вот на мешке, как можно этот объем делать? Вот, например, вот идет у нас тайминг. 3 минуты работаешь, минуту отдыхаешь. Ну, я же могу взять 3 минуты работать, могу так, так, походил, выходил, так, потом. Ну, если ты не хочешь, чтобы тебя били в ринге, ты так не будешь делать. Ты работаешь, вырабатываешь, все, задача стоит, четко по виду. Максимально бьешь, быстро. А если сачковать будешь так, ну, и будешь получать в ринге, поэтому где-то уже, ну, как бы, само собой, разумеется, ты должен работать. Не знаю, мы работали, я снимал носки, у меня с носков подкапывал. Морально-волевые качества тоже, это тоже очень большое значение имеет. Вот я говорил, надо вырабатывать в зале. Даже если у тебя нет кислорода, не хватает, не хватает силы, ноги, руки устали. На морально-волевых. У меня были такие бои, вот я приехал в Южную Африку, ЮАР, и был бой за звание интерконтинентального чемпиона по WBC. Я был официальным претендентом, и я с африканцем боксировал. Это первый титул интерконтинентальных в России, который завоевал боксер, из российских боксеров. Мы приехали в ЮАР, в Йоханнесбург. Никто нам не сказал, я приехал с тренером, ни промоутер, ни менеджер, ни врач, команда там. Мы вдвоем, я и тренер приехали. Никто не сказал, что город Йоханнесбург находится на высоте 2000 метров на уровне моря. Ну, до Среднегория уже такое. До Среднегория. А я тренировался в Москве. Ну, думаю, ЮАР на берегу моря, океана, значит, где-то мы примерно одинаково. Если бы кто-то подсказал, я поехал бы там в Алмату, там, куда-то в горы готовиться, чтобы это... И я туда приезжаю, и тренер говорит, давай пробежим, ну, с дороги, с самолетом. Я раз переоделся, бегу-бегу, что-то бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, нехватка кислорода. Километр пробежал, у меня ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды виски разрываются. А до боя всего лишь там 6 дней, меньше недели. Есть специальные циклы, когда ты в горы приезжаешь, адаптация, там, это, сколько дней адаптируется? Ну, дней 10 как минимум, если не больше. А тут у нас 5-6 дней. Мало того, я туда поехал в 57, а там сказали, что 59 надо боксировать, 130 фунтов. А так, я думал, 126. О, хорошо, думаю, можно и покушать. Я там как раз и гонять уже практически не надо было. И думал, первый 12-ти раундовый бой у меня был. Так, все, там 6-8 раундов, 10 раундов. И тут первые 12 раундов. Я позавтракал. А, взвесился? Вечером поужинал, утром позавтракал, днем пообедал. Поужинал перед боем. Тренер говорит, куда ты так много ешь? Я говорю, ну как, Виктор Васильевич, 12 раундов, энергия нужна. В общем, наелся. Перед дорогой еще из гостиницы, чай попил с шоколадкой. Начал разминаться. И чувствую биток. Забит, желудок забит. И не могу вдохнуть нормально. Блин, акклиматизация не прошла. Себе этот желудок забил. После обеда как, тяжело же бегать? Почему? Ну, потому что желудок полный, там кровь, пищеварение. Нет, желудок полный, он увеличен, и он давит на легкие. И ты легкими не можешь полностью вдохнуть. Вот поэтому тяжело бегать, когда, после обеда такой. Надо какое-то время, чтобы все из желудка ушло. Так вот, с полным желудком, акклиматизация не прошла. 12 раундов в боксе. Вот как? В принципе, надо было сразу так сниматься и уезжать. Ну, это же не наш метод. Короче, начинается бой. А тот еще как попер с первого. Он же там, в этом же, в своей естественной этой. У него там дыхалка. Он, ты как пошел на меня? Первый раунд, второй, третий, четвертый. Блин, задыхаюсь, не могу. А я вот, я же говорил, что я выносил себе этот, мокрый. Любовый. Пятый раунд, шестой. Я говорю, Виктор Васильевич, блин, снимайте, не могу. Задыхаюсь. Он, Толик, терпи, у тебя там день рождения, сделает подарок себе. Там это, как-то, мотивирует меня. А я уже мысль такая, думаю, уже какой-нибудь более-менее удар такой правдоподобный упасить, сымитировать нокаут. А он, гад, еще по животу бьет специально, чтобы сбить дыхание. Я еще, гад, бьет мне не в голову, а в живот. Ну, так, уже рассказываю. Ради шутки. И, короче, а этот меня по животу так набил, и у меня как-то желудок так освободился, по полочкам раскидался. И у меня восьмой, девятый раунд, такая легкость, второе дыхание. Вот я почувствовал, что такое второе дыхание. Такая легкость появилась. Я посмотрел, бум, как левый сбоку, снизу, да, в голову. Упал. Встал. Ему считаю раунд. В десятом раунд, бам, справа и сбоку. Падает, гад, встает, идет вперед. Я левый сбоку, бам, опять падает. Очень три таких тяжелых надоун, а ему пофиг, он в боксе идет вперед. И вот первую половину раунда ему все, боя ему отдали. Там шесть-семь раундов. Но за счет нокдаунов, это, то есть по два очка уже, вот за счет нокдаунов победу, мне дали победу. Потом вот я работал с восьми килограммов, с семи килограммов гантелями. Работал, забивал плечи себе. Тоже три минуты работаешь, минуту до восьми. С восьми килограммов? С семи. С семи. У меня вот до восьми раундов я доходил. Я перед тренировкой, перед работой, я начинал с семи килограммов гантели. У нас есть семи килограммов гантели? Вот, я взял семи килограммов гантели. А это что такое? Семь килограммов. И вот по кругу шел и... Пам-бам-бам-бам. То есть вот плечами работал. То есть все на деревьях и вперед, наверное, и назад, потом... Да, не-не, вот так по кругу, два круга делал, потом один круг без них. Оп, расслабился, потом опять брал. Вот таких до восьми раундов я работал. То есть прямо на взрыве вы работали? Прямо все. Ну и вот. Так, 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 так. Локти повыше сбоку, когда локоть выше кулачка. Сбоку бил, локоть выше кулачка. Прямо вот в таком темпе работали? Да. Причем я весил 62 килограмма, 63, и 7 кг гантели. Ужас. Я говорю, первый раз я... А почему, я точно так, когда рассказываю, вот почему именно 7 килограммов? Горный институт, там база была такая, очень слабая. Килограммовые гантели были, то не гантели, такие брусочки. Ага. Ну что делать-то, я взял 7, первый раунд я уже иду так, круг, первый раз, бам-бам, раз, а, доталкиваю, ба, еле-еле первый раз вот так его там. А потом бам-бам-бам-бам, идешь. А почему? Потому что 12 раундов, наши плечи, чтобы держали на груз. Сколько раундов так делали? До 8 раундов. 7 килограммов гантели. Да, это я перед тренировкой делал это, потом шел на мешки там, в парах. Ну, нам надо было что-то забивать. Не у каждого здоровья хватит перетерпливать каждую тренировку себе. Не, 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 надо научиться. Это усталость, это психологически. Вот я сейчас говорю всем, человек устает, так же, как и стареет в своих мыслях. Ой, устал, ой, все, ой, что-то руки тяжелые, ой, дышать нечего, ой, и все, и психологически взялся, и так же ходит. Ну, вот мне уже там 45 лет, можно ли заниматься боксом? Вот, уже в душе старик. Самые два главных врага у человека это жалость к себе и лень. Вот тебе тяжело, ты в Сане, я вот иду в лес, скажем, думаю, и сам себе боюсь называть цифру какую-то. я сегодня пробегу, только сказал 10, вот промехнул 10, блин, ну как я уже меньше пробегу, я бегу десятку. Сказал, а, приду километров 6 пробегу и спокойно уже шестерку пробегу. А когда сказал 10, ну как же шаг назад делать? А это все с детства, это как мы закладываем свой характер, свое я. или мы мужики или... про инвалидов, у кого там локти болят, а вот ребенок с детства там, ну кто юноша, кто с детства начинал, не же не надо себя жалеть. Все мы берем единицу такую здоровую, крепкую, сердце рабочую, локти целые, ноги целые, здоровье. В общем, вот в этом положении, с этого положения, как бы точка отчета, надо работать над собой, над своей ментальностью, над психологией, над психикой. Вот надо вырабатывать в себе вот это с самого детства. Вот этот вот реваншизм, там пропустил один удар, у нас один удар, ты два должен в ответ дать. Один пропустил, ты два удара должен тут же отдать. Не отдал, все, уже в твою копилку, уже победа не уйдет. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.